Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Осторожно открываем шампанское, пацаны и девки! Очень осторожно! Тут говорят, что киви закабзонен! Да, ребята, ладно, все, так, смешки в сторону, смехуечки, это все в сторону! Итак, сухие факты! Пошла сначала одна информация о том, что под Москвой, там в какой-то деревне, суть важное название, на территории какого-то кантри-клама, ну, там какая-то пристебанная довольно резервация для тех, у кого есть деньги, ну, а у киви всегда деньги вводились. Найдено окровавленное тело некоего товарища Лысого, очень похожего на нашего коллаборанта и предателя, там, под Москвой. Кстати, остается вопрос, а кто это сделал? Да, как помните этот? Как его звали этого в подъезде? Белого дворника или кто-то там был? Да, кто это сделал? И я, я тоже не знаю, кто это сделал. Вот, ну, а потом вроде бы пришли уже подтверждения, и РЕН-ТВ, и РИА-Новости вроде бы подтверждают, что действительно тело было отработано из стрелкового оружия, и тут даже говорят, что спецоперация СБУ. Ну, ребята, такая оболонна, в такой день, день Сбройных Сыл Украины, это, знаете, не хочу проявлять бурную радость преждевременно, потому что все-таки я еще на 100% не уверен, когда уже фото пойдут и все такое, хотя и фото можно подделать, но, скажем так, очень осторожно, очень осторожно, начинаем открывать шампанское, очень осторожно, да. Я вам скажу, у меня у самого предыстория общения с этим организмом очень такая длительная, я, конечно, не лично с ним, но я на очень многих митингах был, на которых этот, назовем его так, товарищ, который нам совсем не товарищ, был, принимал участие в шабашах всяких, всегда был окружен кучей просто телохранителей, там, вокруг них там целая, там, с вором бойцов ходила, у них там целый батальон с Медведчуком был, вот, и по Киеву они шастали, знаете, так, несколькими машинами всегда гуськом ездили, ну, еще при Януковиче, позже при Порошенко, вот, они ездили, и, ну, ну, сами знаете, ОПЗЖ, как они жили, принимал участие, я его фотографировал 100-500 миллионов раз и видео с ним снимал, 200-500 миллионов раз, вот, видел, как он себя ведет, по-быдлячему, по-хамски, принимал участие, это я себе рассказываю, просто видел, как он на Победобесии себя вел нагло, как он принимал участие в этом бессмертном пуке, с какой помпой, с какой наглой мордой, с каким презрением он на всех вокруг смотрел, вот, и самое смешное, друзья мои, что сегодня утром в соцсетях там, по-моему, ВКонтакте, или как оно там у них называется, я уже не помню даже, чат на Глазнике, я уже не скажу, вот, там есть его последний пост, кому интересно, посмотрите, вот, в описании к данному ролике, ролике, там ссылка на этот пост у нас в телеге, она сейчас уже расположена, значит, он в этом последнем своем посту сказал, предложил Зеленскому бежать, ну, как обычно, они чуть-чуть предлагают Зеленскому убегать, потому что знают, что на Зеленском построено все, и, соответственно, Зеленскому чуть-чуть они советуют убегать, да, с призывом к Зеленскому убегать, потому что его, мол, или выдадут Гитлеру, этому Путлеру, или завалят, так и написал, вот, а чего вдруг Зеленский должен был убегать, я так и не понял, кто его выдавать будет, там, и так далее, Ну и очень сильно, этот самый, Киви очень сильно уповал на победу Трампа. Говорит, вот Трамп выиграет, он тебя, Зеленский, выдаст Путину. Это так, к слову, да? Вот что у них в голове. Это был его последний пост. А потом он, видимо, поехал немножечко там понежиться у себя в кантри-клубе. И, собственно говоря, где встретился с Владимиром Вольфовичем Жириновским. И они оба убыли, как говорится, на концерт Кобзона. Так что, ребята, в настоящий момент ситуация такова, что вроде бы как да. Единственное, что я могу сказать по этому поводу. По Киви есть приговор суда за коллаборационизм. Он предатель, это предатель, махровый предатель, махровый негодяй, на котором пломбу просто-напросто некуда ставить. Который ненавидит Украину. Который, знаете, он в начале, помните, 14-15 год, он же был на нашей стороне. А потом что случилось? Его тупо перекупили в ПЖЗ. Привет, там Юра Бойко, там все хорошо, да, нормально. Шуфричу большой привет тоже, да. Они его тупо перекупили. Дали ему, видать, так его засыпали деньгами, что у лысого товарища тут же поменялось, за одни сутки поменялось мировоззрение, взгляды на жизнь. Вот, и он стал из, скажем так, но он никогда не был особо нормальным человеком, потому что я его помню еще по тем годам. Он был немножко вот такой вот прибитый немного, да. Ну просто был странный чувачок такой, который, ну ладно, выглядел патриотом, но был слегка прибитый на голову. Вот. А потом стал подонком-предателем, когда уже переметнулся в ОПЗЖ. И предателем он стал намного раньше. Не тогда, когда он уже свалил в Москву туда и начал свою антиукраинскую деятельность. Антиукраинскую деятельность он начал намного раньше. Вместе с этими предателями из ОПЗЖ, как они там назывались, с этими всеми, да, с Медведчуками. Вот. Тогда он предал. А это сейчас уже это просто продолжение банкета было. В любом случае, вот я сейчас ко всем предателям и коллаборантам говорю. Посмотрите, если бы Киви вовремя сдался в СБУ, он и так получил 15 лет, сел бы в тюрьму на 15 лет, и через 15 лет вышел бы, что-таки она и мордой наеденной на вермишеле, на тюремной, да. И даже возможно, что у него бы чуб, волосы отросли бы на лысине. Потому что за 15 лет разное могло бы случиться, знаете, хорошее питание в тюрьме, вот, опять-таки, там, распорядок дня, знаете, спонукает до росту волос, в волосе, да. А вот он избрал убежать в Москву, и, значит, там вот случилось то, что случилось. Кстати, я совершенно не исключаю того, что его даже, может, и не наши завалили, а расисты. Хотя нет, в день, в день все-таки Збройных Сил Украины, наверное, таки наши. Все будет Украина, открываем шампанское!